Всем привет, с вами Рыводин Клик. Сегодня у нас гайд на то, как не проиграть линию за мага. А в частности речь пойдет о таких полупредметах, да, это кусочек предмета, изумрудный оберег и, ну, а ручейскательница. Пока я играл на низк мэла, да, сейчас качаю на чили аккаунт, в нормалах поиграл. Даже плюс-минус вроде вменяемые игроки, да, то есть все-таки в нормалах есть ММР и там как бы закидывает все-таки плюс-минус меня к вменяемым типам. Вот, и видно, что у чела там твинг в сильвере. Вот, ну и плюс я в целом, да, там пока бустилаки тоже играл в сильвере, в бронзе. И просто концептуальное отличие вот нормального Элла от сильвера и бронзы в том, что типочки с сильвера и бронзы просто игнорируют покупку вот этих двух предметов, играя за магов. Вот, они почему-то думают, что потерянная голова позволит им не отлететь с рыбы Физа, с ульты Лебланки, с ульты Зеда, я не знаю, с Ганка какого-то. Двух типов, которые наносят один тип урона, например. Например, казалось бы, да, то есть там, ну, Грейвс, Ясу, таришь наручь Искательницы, не умираешь в принципе. Ну, не прям в принципе, да, то есть если ты зашел сюда, блин, тебя заулынили через мобов, Ясу, Грейвс тебе дал фулл проказ, и скорее всего сдохнешь в любом случае. Вот, но очень сильно позволяет не умирать. Особенно, например, если вкупе с этим предметом, да, с одним из них, затарить себе какое-нибудь вредоносное зелье или ХП, но это уже для отдельного видоса, да, то есть все-таки я не любитель вредоносного зелья, вот, не любитель собирать ХП, ну нет, ну про ХП это такое, да, вот, но сейчас не про это. Но к тому, что с резистом, это логично, да, то есть любой ХП становится более эффективным, и любой резист, любой реген, ну, вернее, реген, там, вампиризм становится более эффективным, вот. И что я смотрю, да, то есть типочки игнорируют эти предметы, и просто имбовейшие предметы, особенно когда настакаются, особенно наручь Искательницы, когда настакаются, потому что изумрудный оберег, он по дефолту дает достаточно много, что, опять же, нереально недооцененная фигня, даже на овер-уровне, да, на про-уровне, да, то есть не на супер-мега-элла, а именно на про-уровне, это все-таки немного разные вещи, не к тому, что, там, Турики это более что-то крутое, да, то есть тот же Допа играет в Солоко лучше Фейкера, вот, ну, к примеру, да, вот. Но даже там, где типочки все примерно рассчитывают, да, понимают, сколько ты, что ты должен делать, да, как ты должен пушить, у тебя постоянно Лесник каверит, вот, и, казалось бы, там нужен демож, да, и вот этот вот изумрудный оберег, да, или наручь Искательницы не дадут тебе большого, не дадут большого эффекта, но даже там, типа, это собирают, а вот там, начиная с Даймонда, а то есть если брать просто Хай-Элла, то есть не Турики, а именно Хай-Элла, то есть там, где тебя не каверят Лесника, где просто все хорошо играют, вот, там эти предметы просто постоянно встречаются, даже если ты стоишь, например, против Зеда, и у тебя там на топе Дариус, а все остальные наносят магический урон, то есть тут какой-нибудь Зак, и тут Свейн с Брэндом, все равно затарить наручь Искательницы, это крутой выбор, и уж о чем говорить, если, например, у тебя тут какой-нибудь, ну, Зак, я не знаю, Синдера, и тут, например, Брэнд с Кейтлин, ну, и тут тоже Физик, да, то есть тут как бы АП, тут, а какой-никакой АП, да, то есть даже Танк, блин, ну, Танки зачастую наносят магический урон, вот, и тут какой-нибудь АПшник, да, то есть АП на АП стоите, и не собрать изумрудный оберег, это просто преступление, ребятки, вот, ну и плюс заодно с вот этим вот вредоносным зельем неплохо сочетается. Все, давайте, ребят, спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно послушать мои мысли на этот счет, вот, мне кажется, вот это концептуальное отличие именно в сборках, тут не надо думать, как формить, как позиционироваться в тимфайтах, просто обратите внимание на эти два предмета, и, скорее всего, Элла немножечко подрастет, вот, Элла немножечко подрастет, просто потому что вы будете чуть чаще собирать эти предметы, ну, или вообще начнете собирать, потому что пока-то я вижу эти потерянные главы, когда чел просто от одной рыбы физа отлетает, и, казалось бы, собери это, и будешь не отлетать, ну, ну ладно, давайте, всем удачи, всем пока.